Всем привет! Проснулись сегодня чуть позже, новый день. Влажность была 91, сейчас уже снизилась, уже 80. Но здесь прям воняет сегодня сыростью, как будто здесь что-то потекло и давно стоит. Интересно, что тут когда влажность воздуха высокая, сразу появляется запах. Как только ты это дело высушишь, там пару суток, здесь нормально пахнет. Ладно, мы сегодня, похоже, дома. Я монтирую вчерашний влог, монтировать буду долго. А нам еще нужно отдохнуть, а то наши лапки стираются от хождения. 15 плюс тысяч шагов каждый день в неудобной обуви или изношенной. Играю в Uncharted на PS Vita. И тут в углу написано Odessa Land Dead. Ну, кто совсем английский не читает, это, короче, звучит, будто Одесса, мертвая земля. Смешно как-то это видеть в иностранной игре. Я тут попробовал разогреть свою Vita, включил Uncharted и включил Assassin's Creed Origins на RTX-овой карте. И она нагрелась довольно быстро. Ей хватило всего минуты 4, чтобы выдать предупреждение о нагреве системы. Странно, что при этом она отключила всего лишь сеть. Но Wi-Fi не отключился, она продолжает качать игру по Wi-Fi. А сим-карта у меня не стоит, поэтому сети настоящие, здесь и нет оператора. И пока игра нормально работает, хороший FPS, при том, что система уже довольно тёплая, нагрета, извне GeForce RTX. Сейчас пойду хавать, оставлять её здесь без присмотра не буду, ибо интересно, что произойдёт, когда она нагреется. Но она, наверное, как горяченный топовый смартфон, типа 46-48 градусов, всё-таки она ещё не сильно тёплая. Наверное, про ЦУ они позволили греться побольше, а вот аккумулятору это на пользу не пойдёт. Какой-то сегодня очень тёплый день. 34,6 в комнате, и 85 была влажность, но я включил компьютер, сушу тут как могу. И вот он до 45 смог опустить влажность. Красавчик, чувак. Реально, некоторые, кто-то зайдёт ко мне на канал, даже не поверит с первого раза, да? Но сегодня я включил вот эту красоту исключительно, чтобы сушить воздух в комнате. Потому что, когда я проснулся, вышел из комнаты, потом сюда вернулся, туда заходишь, здесь прелом прям воняет, от того, что сегодня, пока мы спали, здесь дико поднялась влажность до 85% примерно. И я сел монтировать видео на смартфоне, компьютер мне нужен был просто, чтобы посушить воздух. Полина сделала чай и какую-то сладкую штуку. Это вроде самодельной конфеты. Нет, это какашки козьи. Говорит, козьи какашки. Главное с любовью. Одну вот такую шарикообразную я уже попробовал, и оно действительно похоже на риски. Только с каким-то другим привкусом. Понятно, что они не магазинные, но на самом деле напоминают. Выходим за водой, набрали пакетов. Тут эти дерева цветет, и с него летят эти лепесточки. И такое ощущение, что специально для нас они летят. Я вот думаю, они что, реально вот весь день падают, но их тут тысячи, что их хватает падать сутками. Летят и летят. Красиво. Да, это причина любить весну, но она не всегда бывает красивая. Бывает такая дождливая, холодная, всё в грязи. А потом бац, три дня и лето, жара, и ты уже бежишь искать кондиционер. Вот он кот, пойман. Кузя, о кэт. Кажется, он нервничает, переживает. Кузинатор перебежками с нами пошёл за водой. Не знаю, как далеко он пойдёт. Кошки, они же часто на своей территории живут и не выходят из неё. А этот как-то с нами ходил уже за водой. И вот второй раз идёт спустя долгое время, может месяца три прошло. Он перебежками такой, под машинами. На них же собака может кинуться, это ж опасно выходить. Ну даёт, а. Люди, вот есть противники корма кошачьего. Может кто смотрит, как думаете, это не повредит вот этот киттикэт, очень-очень ароматный, кошачий, тому, что кот-охотник. Не станет ли он лежебокой, ленивой, который просто тебя ждёт, что ты его покормишь, и всё. Вот редкий кот попался, который ловит. Кого попало вообще ловит? Мышей, крыс, птиц. А мы его начали кормить вот этим пакетным кормом, от которого они с ума сходят, очень ароматным. Я вот и думаю, может у него крыша поедет, он перестанет ловить. Но пока у него характер такой. Активный, всех ловить хищник. Остался он позади. Дошёл опять ровно до того места, куда я прошу раз, и больше не идёт. Сегодня же вроде воскресенье, кто-то испачкал здесь раковину. Это походу угли с речки, кто-то шашлыкинг делал. Ну, перелегут, только сполосные руки. Ну, одной рукой я не знаю, это... А, получается. Как и обычно, так делать. Так я думал горлышко зажать двумя пальцами и струей. Поиграть в видеоигры не единственная задача для тех, кто хотя бы на один день остался дома. Другая задача носит имя отдохнуть нашим топающим ножкам. Принесли воды, набрали 4 пакета. Я сейчас посчитал, у нас примерно 27 полных бутылок воды. И это не считая двух новых, что мама принесла. Мама нам купила две пятюшки воды, принесла в пользование. Один человек в комментариях писал, почему пятюшками не носите, зачем полторашками воду. Да всё дело в том, что они рвутся. Они ненадёжные, у них ручка отрывается. Но мама купила, так что будем пользоваться. Может, потом проволоку намотаем. Вернулись домой, принесли воды. Я тут на второй PSP-хе нашёл NetFor Speed Undercover. Я до сих пор его не пробовал. А он же подобие Most Wanted, только более современный. Я его и на компета не играл особо. Взял себе понтяк и еду первую гонку. Покрасил его в жёлтый цвет. Понятия пока не имею, что за игра. Но вроде бы графика нормальная. Уже на этом хорошо. Второе место пишут провал. Мне, например, кажется, что первые несколько мест это хорошо. Но я привык к серьёзным играм, типа симуляторам. Когда ты едешь, там, 20 или 40 кругов по трассе, и одно из первых пяти мест это хорошо. А они тут второе место, а сразу провал пишут. Интересно, что она полностью на русском языке. Не только текст, они ещё и в заставках говорят на русском. Вот времена были, да? Удивительные. А на днях я, наверное, позавчера включил на Avita, на PS Vita, Most Wanted. Тамошний. Не через эмулятор, а, видимо, для неё. Для самой консоли. Короче, он тоже на русском языке. И там графоний нормальный. Обычно это не то, что мне надо. Я в NetForce Speed'ах обычно любил... До того, как появился Midnight Club в Лос-Анджелес, тюнинг я любил там. Ну, знаете, Underground 2. Все эти спойлера, юбки, все эти дела. А как появился Midnight Club, как-то и NetForce Speed отошёл на третий план. Не особо он стал и нужен. Так что я вот эти все Most Wanted от Undercover особо не играл и не застал. Еду второй раз. Но второй раз у меня получается заметно хуже, чем первый. Наверное, третий раз пробовать нет смысла. Второй раз. Вообще четвёртый приехал. Да, они очень в неё играются у меня. Я больше по Midnight Club'у. В Midnight Club в Лос-Анджелес такие пробежники бывают на дорогах. Посмотрите на это. Как они стоят здесь мощно. Вот так дела. Я весь день монтирую видео. Не так уж и много мы наснимали, но я сижу, монтирую видео весь день. И это на смартфоне. А на компе я сколько бы его монтировал? Дня три, что ли? В общем, уже вечереет. Мы встали рано утром, а сейчас уже темнеет на улице. Хорошо, хоть сейчас не в пять вечера, а в девятнадцать темнеет. Получается, накапливаются дела домашние. Нужно на гаджетах освобождать память. Нужно что-то ещё делать. У Полины уже устали ноги ходить столько времени. Да и у меня тоже местами натерлись. Ведь я старые кеды нацепил, и мы очень много шагов шагали. Получается, что ты в этом режиме довольно жёстком, когда ты гуляешь каждый день. А самое главное для меня не то, что гуляешь, а то, что ты ещё и монтируешь потом это всё. Ладно бы ты, как Илья Варламов, гуляешь, гуляешь, а потом скидываешь это монтажёром, и дальше гуляешь, и спишь, и гуляешь. А нет, ты должен ещё, кроме того, что спать, успевать всё это дело монтировать. А я это дело не люблю, как вы знаете. И получается в этом сложность, гулять каждый день. В общем, придётся делать паузы, чтобы освобождать память, отдыхать, расслабляться. Но тут есть риск и вообще засидеться дома на несколько дней. Вот я себе поставил задачу публиковать каждый день, а потом поднял сложность такой. Буду делать это неделю. Ага, неделю смог. Попробую месяц. Месяц смог. Думаю, ну всё, до днюхи поделаю и перестану. Днюха наступила, я теперь могу закончить это в любой день. Но нет, я ещё поднял сложность. Думаю, надо пойти погулять по городу, пока мы не свалили отсюда. Пойти поизучать местность, чтобы я, проживая в другом городе, такой, так, было дело, мы в Сочи гуляли. Пойду залезу ролик, пролистаю, вот тут что-то было. Ну, просто ты берёшь свои записи, пересматриваешь, как ты гулял в другом городе. Мне это как бы нужно. Хоть и нужно определённое количество сил на это затратить. Но я поднял в этом самом себе ещё выше сложности. Не просто каждый день что-то публикуешь, ты ещё и шаболдаешься где-то по районам. Потом монтируешь это полдня, хаваешь и опять шарашишь куда-то бродить. Это прям жёсткий какой-то режим. Но рано или поздно что-то может случиться. Вот у меня память потихоньку начала заполняться. Но нет, гаджеты на самом деле классно себя ведут. Всё чётко, фолт отлично отрабатывает. Пятый, в этом он молодец. У нас уже ноги начали натираться, и Полина устала. И мы решили дома посидеть сегодня. И получился у нас такой домоседский день, выходной. Но опять же я нифига не сделал, потому что я весь день до темноты монтировал. День прошёл, и казалось бы, мы сейчас посидим. Хорошо, если мы в Ководюте успеем поиграть, потому что сейчас посидим, я пол подмету, похаваю, что-нибудь сделаю, и всё. И казалось бы, уже спать надо опять ложиться. А день как будто бы прошёл. А ещё хорошо, пока что-то происходит, пока ты выгружаешь видео, или идёт рендеринг, ты хотя бы чуть-чуть успеваешь PS Vita или PSP в руках помацать, и немножко поиграть, хоть как-то отвлекаюсь. Сейчас идёт выгрузка на канал одного из прошлых видосов. И я только сейчас освободился. Компы, кстати, стоят включённые. Пойду сейчас перекушу и буду начинать свой день. В 19.30 вечера, наверное, да? А ещё Vita сегодня, пока я монтировал, скачала русскоязычную версию Uncharted. Теперь она на русском, но вы представляете, сохранение от той не подходит. Я в той англоязычной, которая здесь была, уже дошёл до третьей главы. Захожу сюда, сохранения нет. А первый уровень здесь, кто не играл, очень мрачный. Его не хочется играть. Тебя включают в каком-то мрачном храме, разрушенном. Там противники, они по тебе стреляют, они тебя всячески унижают, опускают, убивают. И неохота в это играть. Хочется сначала, как в крышбандику. На пляже, около воды тебя включают. Песочек, пальмы, яблочки собираешь. Ну кайф же, когда красиво, хорошо, безмятежно. Птички над головой летают. А тут по тебе шарашат с автоматов, а ты в какой-то заброшке, бомж позорный лазишь. Ну кому это понравится? Но придётся заново это всё проходить. А вот это вот самодельное сердечко и рисковые вот эти конфеты оказались довольно вкусные. Вот эта большая по центру мне понравилась. Ну вот всё-таки сколько новые игры не устанавливай, пробуешь что-то новое. А радостнее всего играть всё-таки в старые игры от PlayStation 1. Crash Bandicoot, Crash Team Racing. Я ещё хочу найти Donald Duck и другие игры с детства, в которые мы играли. И эти звуки, загрузочные экраны с них. Я даже не уверен, что это ностальгия. Скорее нет. Просто эти игры, они более детские, радужные, яркие. А со временем эти же студии начали делать более мрачные какие-то игры, тёмные. Как будто аудитория взрослеет, да, вместе с приставками. И разработчики взрослеют. И игры уже не такие яркие. Сижу на Авито, играю Crash Bandicoot. Скачал все три части. Первую, вторую, третью. У меня, кстати, был сборник Crash Bandicoot. Там все три части были на одном диске. А сюда на Авито ты качаешь каждую игру из Crash Bandicoot отдельно. Кстати, нету Crash Bash. Я понимаю, что он, наверное, самый неинтересный. У него меньше всего фанатов Crash Bash. Но вот Bandicoot и три штуки есть. Team Racing есть. А Бэша нет. И вообще, вот эта загрузочная программа для игр, та, что есть на Вите. Там выбираешь категорию PS1, типа, игры от первой Соньки. И там их довольно мало. Витошных игр очень много. А с PS1 ищи сам. Нужно поискать сайт, где вот эти ёботы есть. Образы от PS1, которые нормально эмулируются, ну, работают на PSP и на Вите. Мне вчера ролик порекомендовался от какого-то маленького тоже ютубера, там, 500 с лишним просмотров. И он делал обзор на маленькую приставку какую-то, портативную, наподобие PS Vita, только, ну, ноунеймовую, не от какого-то большого бренда. И она вся основана на эмуляции игр от других консолей. Он сказал, что там всё сложно, ставить эти игры, их по умолчанию нет. Говорит, так сложно поставить, что ты как будто прошиваешь консоль, а не игры туда загружаешь. Но, по сути, он сказал, что это хороший аналог PS Vita. У неё два стика по бокам, они с подсветкой, и по цене говорит примерно так же, как бэушная Vita сейчас стоит. И 5-дюймовый экран тоже. Вот только у Vita он качественный, говорят OLED, но он всё равно немножко, по-моему, серым подсвечивается. Не совсем он в темноте, тёмный у Vita. Но там на видео у него экран хуже заметно, он светится. Vita, конечно, поинтереснее будет. В общем, я для себя понял, что лучше брать бэушную Vita. Пусть она будет немного покоцанная, но всё-таки она более такая универсальная, и игры хорошо работают. И там в комментариях люди начали обсуждать, что приставка-то слабовата, и некоторые игры, если эмулировать, играть, они будут подтормаживать. Как легко сидеть дома, и как быстро проходит день, когда ты сидишь дома и всё не делаешь. А куда-нибудь поедем с Полиной, это прям целое испытание, там походить, потом домой добраться, по пробкам, по заторам, ещё похавать купить, и спать ужасно хочется, нужно что-то делать с файлами перемещать. А дома ты сидишь себе и кайфуешь, отдыхаешь. На этом сегодняшний день подошёл к концу. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok